Тема моей лекции – «Иллюзии в искусстве». А можно вывести презентацию? Современный художник выложил в своем инстаграме фотографию своей работы. Это Дэниел Аршел. Он написал, что «я хочу просто посмотреть, как люди будут обсуждать пространство, будут обсуждать мою работу. Я люблю интернет». Это такая шутка, которая в то же время намечает место художника. В системе художник-произведение-зритель. Действительно, тогда, когда произведение уже создано, то художник, он становится даже не зрителем. Он становится наблюдателем, который теперь смотрит, как это все работает без него. И так работает со всем, что мы производим. Я думаю, что многие из вас замечали, что когда вы пишете какую-то работу, может быть, дипломную работу вы писали, курсовую, приносите ее научному руководителю, он видит в ней совершенно другое, нежели видели вы. И часто бывает, что то, что нам не нравится, нравится людям, и наоборот. Итак, здесь стоит вопрос о том, какое место занимает художник и какое место занимает зритель в искусстве. и о том, подлинно или обманывает нас искусство именно с точки зрения зрителя. Дело в том, что сам зритель, он может оказаться в такой ситуации, что художник с ним как бы играет. Создается вопрос, вот сейчас художник что делает? Он мне хочет сказать что-то искреннее, или он меня хочет обмануть? И нужно сказать, что этот вопрос о подлинности и ложности, или ложности искусства, он очень древний, он не новый. Он поднимался еще в древней Греции. Тогда, например, Платон говорил, что да, конечно, искусство обманывает. Потому что искусство – это подражание природе. То есть что-то выдает себя за то, чем оно не является. Статуя притворяется человеком. Картина притворяется каким-то пейзажем, которым она не является. Возьмите актера. Здесь еще более серьезная ситуация. Он пытается выдать себя за того, кем он никогда не был. Вот он играет Эдипа, а потом он спокойно идет к своей жене, которая не является его матерью, к своим родителям, с которым у него нормальные отношения. Мало того, что он нас обманывает, он старается это сделать так, чтобы мы поверили. И можно следующий слайд. Вот для древней Греции этот вопрос, он такой очень острый. Действительно, видите, обманывает их не только то, что очевидно обманывает. Ну ладно, хорошо, в театре мы пришли, мы зрители, мы понимаем, что то, что здесь разыгрывается – это все-таки представление. Люди в масках предстают перед нами. Но, допустим, архитектура. Казалось бы, тут уж нас не обманешь. Ведь мы понимаем, что здание – это здание. Оно предназначено для жизни или для молитвы, например, если это храм. И сколько бы нас Шпенглер не убеждал, что колонны – это деревья. Но все-таки развитое искусство, высокое искусство античности нам говорит, что, ну, посмотрите, похоже на деревья. Очень отдаленно. Все-таки мы понимаем, что это храм. И, тем не менее, художники, архитекторы Древней Греции и даже Египта и Рима обманывали зрителя еще более хитрым способом. У них была целая система таких обманок. Например, колонны делались несколько неровными для того, чтобы у человека создавалось ощущение, что это колонны ровные. Колонны, которые находились во втором, в третьем ряду, они часто делались меньше, чем уже, чем колонны, которые, точнее, наоборот, шире, извиняюсь, чем колонны, которые находятся ближе. Чтобы нам, как зрителю, казалось, что все они одинаковые. Пол для того, чтобы он был ровным, делался выпуклым. Очень странная ситуация. Получается, что художники пытались обмануть обман зрения. Потому что оказывается, что наше зрение искажает те пропорции, которые мы хотим донести до зрителя. Мы хотим показать ровные колонны, гладкий пол, чтобы все было идеально. А когда работа происходит в таких огромных масштабах, как, например, здесь, это Порфенон, то не выходит. Глаз начинает обманывать человека. И я сегодня не хочу пытаться сказать о том, как древние греки, как римляне видели искусство. Это очень сложный вопрос. И я думаю, что мы сейчас не совсем понимаем их мышление. Но проблема, я думаю, существовала. И проблема, по крайней мере, шла от них. Что же делать? Если искусство нас обманывает, то это какое-то неправильное искусство. Зачем же нам обманываться? Ну, у Ницше была версия, что искусство нам помогает просто выжить. Оно такой обман как бы во благо, как наркотик. Но я думаю, что многих бы такой ответ не устроил. Все-таки мы хотим видеть в искусстве нечто большее. И здесь было несколько вариантов, как можно это решить. Можно следующий слайд? Эпоха Средневековья нам предлагает такой выход. Мы делаем искусство без обмана. Вот как на этой картинке, да? Что это значит? Искусство – только повод, только способ передать какую-то аллегорию, передать символ, передать некоторую фабулу, рассказ. Искусство нужно для того, чтобы человек сам для себя, находясь в контексте, сконструировал, создал вот этот смысл. Поэтому не нужно рисовать человечков, похожих на конкретных людей. Не нужно создавать там каких-то иллюзий, заблуждений, да? От этого так забавно выглядят вот сейчас, например, средневековые миниатюры. Достаточно самых минимальных средств. Мы понимаем, что здесь люди – отлично, этого уже достаточно. Для того, чтобы распознавать такое искусство, нужно находиться в контексте. Отчасти можно сказать, что это, ну так, очень приближенно концептуальное искусство. То есть искусство, которое работает с вашими идеями, с вашей головой. Естественно, что современный человек… Вот почему так хорошо накладываются различные нелепые диалоги на вот этих изображениях средневековые? А потому что мы не знаем контекста. И мы можем этот контекст выдумать, и станет тогда, допустим, забавно или, может быть, грустно. Нужно знать контекст, нужно понимать, о чем говорит автор, и тогда все сложится. Вот такой вариант. Обойтись в искусстве без обмана, без иллюзий. Но на самом деле, даже в этом примитивном, да, казалось бы, способе передачи, все равно существуют эти иллюзии. Средневековые художники вряд ли осознавали это, но… На самом деле ведь мы не видим здесь глаз, да, мы не видим здесь рта, мы видим какие-то точки, мы видим линии, но из них наше восприятие собирает личико. Да, мы знаем, что достаточно нарисовать там несколько линий, чтобы человек увидел лицо. Это особенность человеческого восприятия, и она, можно сказать, нас обманывает, потому что, видите, лица-то здесь нет, да, и поэтому люди часто видят, там, какие-то изображения, там, на, не знаю, там, пролитом кофе, да, там, каких-то пятнах еще где-то. Так работает человеческое восприятие. Что же с этим делать? Я думаю, что ответ начал появляться в эпоху Возрождения. Можно следующий слайд? Эпоха Возрождения начала использовать вот эти иллюзии, эти обманы, совершенно сознательно и целенаправленно. Вот перед вами зарисовка Леонардо да Винчи, в которой он изучает перспективу. Леонардо пытался понять, как устроено наше зрение, и как мы видим объекты, находящиеся дальше и ближе от нас, не только линейная перспектива, воздушная перспектива существует, очень много особенностей. Что делают художники эпохи Возрождения? Они берут вот эти особенности нашего восприятия и начинают их изучать. И они нам как бы говорят, что если вы будете пытаться найти какую-то объективную истину, например, в собственном восприятии, вы никуда не придете. Ведь мы не видим на самом деле этой истины. Наше восприятие, оно ограничено, оно имеет определенные правила. Я видела недавно такое видео есть, где пытаются воспроизвести то, как видит кот. Коту какие-то электроды повесили, изучали активность его мозга, а потом пытались на видео это воспроизвести. И там был такой вывод забавный, что коты видят людей как котов. То есть показывали лицо человека, очень там все так примерно, расплывчато, ну и доказывали, что это вроде как на кота похоже. Значит, коты нас считают котами. Это хорошая, наверное, новость. Но я думаю, что это гипотеза, конечно, за уши притянутая. Но, тем не менее, известно, что действительно животные видят иначе, чем человек. И тут возникает вопрос. А почему мы считаем, что наше восприятие, оно какое-то объективное, оно дает какую-то правильную картину мира? Конечно, нет. Одно из возможных. Какой тогда выход? Включить это восприятие в само искусство и в познание. Например, для философии. Вот для философии эта идея очень важная. Если мы будем действовать и вести себя так, как будто бы мы не изменяем этот мир, как будто бы мы не влияем на восприятие, на то, что нас окружает, то мы как раз будем попадать в все большее заблуждение. И никакой объективности, никакой подлинности мы не добьемся. И то, что мы хотели назвать истиной, будет еще большим заблуждением. Такая ситуация очень часто встречается вот в обиходе. Есть очень известный российский, нероссийский философ Мамардашвили Мираб Константинович. И у него очень часто встречается идея о том, что люди просто не замечают каких-то очевидных вещей. Вот в чем находится подлинность. Видеть, что что-то произошло очень конкретное, очень простое. Не нужно ходить там за какими-то абсолютами. Ну, ты увидь хотя бы то, что перед тобой находится. Действительно, люди замечают это не всегда. Есть сюжет классический для комедии, когда человек держит какую-то, ну, допустим, палку или какой-то вытянутый предмет, и он поворачивается и ударяет своих собеседников, тех, кто рядом с ним находится, не может понять, почему они падают, отваляются. То есть, такое ощущение создается, что человек, он не понимает, что это он сделал. Да, он видит это как будто данность. Вот она, это реальность. То же самое происходит, когда вот часто мне рассказывают мои знакомые, видимо, для российского, особенно для людей моего возраста, кто жил в России, есть такая проблема такого, проблема воспитания. Мне рассказывают примерно следующее. Вот как воспитывали людей, да, как их воспитывали. Что там мама или папа говорили, пока вы маленький, не надо ничего трогать, маме не надо помогать. Ты сейчас все сломаешь, отойди, не трогай. При этом еще может здесь накладываться то, что ребенку все помогают делать, да, давай я тебе застегну, у меня лучше получится. Ну, вплоть до того, что вот, допустим, бабушка моя все время греет еду, даже мне до сих пор, да. То есть не может человек сам себе еду погреть, нужно положить там, ну, понятно, чуть ли не накормить, да, с ложечки. А потом возникает вопрос, а что это ты такой вырос несамостоятельный? И люди, взрослые искренне считают, что они вообще здесь ни при чем. Что, ну, как-то так получилось, какой-то гены, что ли, плохие, может быть, или среда плохая была там, испортили где-то в школе. То есть, казалось бы, очевидная вещь, которую со стороны, да, мы прекрасно видим, но внутри ситуации человек ее не видит. Почему? Как раз потому, что он не включает самого себя в эту реальность. Он не принимает во внимание тот факт, что все процессы, которые его окружают, проходят через него самого. И именно принятие этих процессов позволит нам выйти к какой-то истине, хотя бы самой маленькой, да, хотя бы понимание того, что мы сделали, к чему это привело. Художники начинают, по сути, включать зрителя в свою картину мира и его как бы интегрировать, да. А как зритель бы увидел эту картину? Что он в ней различит? Какие законы восприятия будут работать в этот момент, когда он туда посмотрит? по сути, многие современные художники придерживаются той же идеи, продолжают эту идею возрождения. И здесь у многих людей возникает такой вопрос. Хорошо. Нам художники эпохи Возрождения сказали о том, что нам нужно опознавать наше восприятие. И вот теперь мы можем, например, познавать зрение, рисовать картины такие же на холсте. То есть создавать такой 3D-эффект. Зачем нужно делать что-то еще? Ведь мы знаем, что современные художники стремятся по-разному, совершенно разными способами как-то удивить зрителей. Зачем они это делают? Я думаю, что ответ опять же кроется в этом развлечении истины и лжи. Дело в том, что в истине нельзя находиться. В подлинности нельзя находиться. Вот это заблуждение, которое свойственно почему-то многим философам и в меньшей степени, я думаю, художникам. Философ может как рассуждать? Я что-то понял, мне что-то стало понятно, что, допустим, я раньше этого не знал или вообще никто этого раньше не знал. Я изобрел какую-то объяснительную модель и теперь она подходит. Вот на всю жизнь ее можно использовать. Она будет подходить мне всегда и во всем. Как марксизм, афрейдизм. Раз предложили как подорожник, и все стало понятно, вылечились. Но так не работает. Это или особенность человеческого сознания, или особенность мироустройства вообще, но истина навсегда ускользает. И ее нужно добывать заново. Поэтому, как бы не были прекрасны художники Возрождения, художники Нового Времени, как бы они не поражали своих современников и не только современников, нас с вами. Просто так подражать им, копировать, как делают плохие марксисты, допустим, те же фрейдисты, которые просто берут эти схемы и переносят куда угодно. Уже нельзя. И для того, чтобы искусство и дальше помогало нам познавать себя, необходимо двигаться куда-то дальше. Можно следующий слайд? Одна из современных художниц Куми Ямашита и ее наиболее известные работы. Это работа с тенями. Вот там, где изображен мужчина. Мы здесь видим, по сути, тень. Если лампочка выключится, которая его освещает, то этот силуэт мы больше не увидим. И еще одна ее работа – это портрет. Тут, может быть, не очень хорошо видно, что этот портрет… Кто догадается, из чего он состоит? Может быть, кто-то знает, как он сделан? Из нити? Да. И… Нити на гвозди. Да, нити и гвоздики. Вот. Зачем нужно было использовать этот странный материал? Ну что, опять, может возникнуть вопрос у такого классициста, традиционалиста? Не могла нормальный портрет, что ли, нарисовать? Что это такое? Зачем? Дело в том, что, на мой взгляд, вот эти инсталляции, они помогают нам понять не просто то, что… То есть, они не просто создают вот этот эффект, допустим, трехмерности, который использовал Леонардо да Винчи. Вот Леонардо, он познавал сам. Познавал, как видит человек, как устроен мир, как устроен конь, например, да. Он с помощью искусства познавал. Но человек, зритель, который видел эту картину, может быть, да, зритель эпохи Возрождения мог бы задуматься о том, что, наверное, я устроен как-то не так, как я думал до этого. Но современный зритель вряд ли будет об этом задумываться, смотря на обычный, привычный уже для нас всех холст. Кто, смотря на картину, вообще думает о своем восприятии, о своем мышлении, я думаю, очень малое количество людей. И это следующий шаг. Что нам говорит Ямашита? Посмотрите, это делаю не я, это делает не материал, да, это всего лишь гвозди, это всего лишь нитки. То, что становится искусством, это делаете вы. Вы зрители, которые складывают в своем восприятии целостный образ. Да, потому что так работает вообще-то наше восприятие, что оно ищет образы даже там, где их. Ну, здесь, конечно, сложно эти образы не найти, да. Но, тем не менее, то есть, когда вы подходите, да, как зритель, вы подходите к этой картине и видите, из чего она состоит, то вы можете задуматься, да, почему же так происходит, что какие-то гвоздики, какие-то ниточки вдруг могут создать для меня картину. Можно следующий слайд? Еще один художник современный, Филичи Варини, он пропагандирует, на мой взгляд, ту же идею. Правда, более его работы однотипны. Тем не менее, он идет немножечко дальше, чем Ямашита. Что он делает? Вот он изображает такие фигурки, тут в данном случае это квадратики, там могут быть круги, еще какие-то геометрические фигуры. Вот на, это какое, правый и левый, на вот этом изображении мы видим, что они как будто бы целостные, да, как будто это просто действительно целые, обычные, нормальные геометрические фигуры. Но здесь вы можете приглядеться и увидеть, что на самом деле они нарисованы, да, таким образом, что складываются просто в эти геометрические фигуры с определенного ракурса. Опять же, зачем это делать? Кстати, он свои работы сначала рисует, а потом стирает, так что вы не сможете их увидеть в любой момент времени, да, то есть он их просто там моющими средствами стирает, вытирает их. Что это такое? Вот сам Вареник говорит, что я когда делаю свою работу, я не думаю, что зритель, он должен увидеть вот именно так. Да, я начинаю работать, например, выбираю какую-то точку, представляю, как здесь могли бы фигуры разместиться и потом дальше что-то проецирую. Но это не значит, что правильный взгляд он только вот здесь, да, где у нас сходятся и где получаются эти фигуры. А правильный взгляд это тот, который выберет зритель. И вот он может ходить и размышлять, и он сам по сути работает со своим восприятием. Да, это как бы еще один шаг, еще один пинок для зрителя. Давай-ка ты будешь сам еще фигуры геометрические собирать, да. То есть давай ты будешь сам участвовать в этом произведении искусства. Притом участвовать не так, как иногда бывает. Ну, иногда бывает довольно глупое участие, когда вас там, ну, допустим, какие-то интерактивные или эти интерактивные выставки, да, когда вы там можете кнопочки понажимать, и вроде бы вы что-то выбираете. Да, это иллюзия. Но здесь действительно как будто бы есть выбор. Есть хотя бы возможность поработать со своим восприятием и поработать со своим мышлением. А можно следующий слайд? Ну, примерно тоже похожая идея. Это Нейл Доусон. Он создает также произведения искусства, которые как будто обманывают зрителей. Вот опять здесь появляется эта идея обмана, да. И там, и там мы встречаем как будто бы какие-то оптические иллюзии. Но на самом деле это уже даже иллюзией назвать сложно. Да. И в данном случае вот тот вопрос, который мы в начале, который я в начале задавала по поводу иллюзий, он преображается. Оказывается, что спросить просто себя, а художник меня вот здесь обманул или это действительно так, уже не так просто, да. Обманул в каком смысле? Обманул просто сделав, ну, например, вот такой эффект. Но ведь это не он обманул нас, да, наше восприятие. Может быть, он таким образом, наоборот, нас на что-то хотел вывести, на какую-то истину. И здесь очень еще такой важный момент для современного искусства. Вот что оно делает? Это выходит за границы галереи. Тоже банальная вещь, очень известная. Почему? Зачем это нужно сделать? Опять же, для вот этой пробивки к подлинности, которая всегда рождается здесь и сейчас, и которая всегда рождается в зрителей. Вот видите, как современные художники заботятся о зрителе, да. Они о нас с вами думают прежде всего. Что он делает? Он показывает, вот, как будто бы это что-то естественное, природное. Да, тут елочка и, ну, холмик какой-то. Но даже здесь ваше восприятие вас обманывает. Вот у европейского человека есть такое, сложилось такое представление, что есть как бы специальные такие места отведенные, где нужно подумать, где нужно посмотреть на что-то красивое. Да, мы приходим в галерею, мы приходим там в библиотеку, условно говоря, да. Мы приходим на лекцию, а потом мы вышли и видим, там трава какая-нибудь растет. Вот здесь уже думать не надо, это как бы место лишенное от, лишенное каких-то размышлений, да. И художники пытаются нам показать, что вообще-то вы от самих себя не избавляетесь нигде, даже когда вы находитесь на природе. Вы все равно как бы, вы это вы и вы себя никуда не денете. Соответственно, нужно этот, если хотите, антропный фактор, да, учитывать, если вы пытаетесь как бы подружиться с миром, что ли. Можно следующий слайд? Это художник, цитату которого я приводила в начале, точнее, его пост в инстаграме. Он очень много работает с формами. Он также создает некоторые такие иллюзорные пространства, выводя как бы зрителя на вот новое какое-то переживание. И, на мой взгляд, очень важный момент именно то, что он работает с формой. Тут мы могли бы пойти двумя путями, да, для того, чтобы вообще заставить зрителя думать. Если мы ставим перед собой такую задачу, да, теперь мы как бы зрителю отдаем вот эту прерогативу познавать мир. Можно пойти двумя путями. Первый – это пути концептуалистов. То есть мы берем какой-то предмет и вокруг него какую-то информацию. Вы знаете, я была на такой выставке, там очень интересная выставка. Там были предметы развешенные, ну, такие предметы обычные, бытовые. И стояли вот такие вот там были книги напечатанные, ламинированные. И вы там читали, что это все значит. Вот. То есть выставка, где вам как бы объясняет, как это все нужно понимать, да. Без этого, конечно, никакого бы смысла, наверное, и не было бы в этих предметах. Ну, или был бы смысл, который мы бы сами придумали. Вот. Мы можем работать через концепт, через информацию, да. Вокруг этого произведения искусства, создавая, например, какую-то информацию или там медийный, может быть, повод. Но дело в том, что это работает все хуже, на мой взгляд. Сейчас мы получаем очень много информации и к ней относимся совершенно несерьезно. Человечество перегружено, да, вот этими концептами, идеями. Их очень много. И они уже, кажется, все на одно лицо. Поэтому некоторые художники, вот как раз те художники, которые работают с иллюзиями, с восприятием, они идут другим путем и пытаются пробиться к зрителю через восприятие, через чувство, через воображение, создавая такие эффекты, да, когда человек, он немножечко выпадает из своего привычного ритма. Сам Аншин рассказывал, что как вообще его творчество, можно сказать, началось, точнее такой творческий порыв. Не помню, он где-то в Америке жил, не помню точно какой город. Там произошел ураган и в его доме снесло крышу, и в доме образовалась воронка. И в этот момент он как бы вот этот творческий порыв себе увидел. Как может быть связано? А он увидел новую форму, да. Это не то, чтобы совсем какая-то непонятная форма. Нет, вот он дом. Этот дом мы не замечали, да. Вот он жил в этом доме, скорее всего, ну дом и дом. Ну, привычный дом, да. Если он, конечно, не делал там ремонт два года, то вряд ли он думал об этом доме и что это такое, какова там эстетическая ценность. Но тут что-то пошло не так, да. И теперь это повод подумать. Поэтому Аршем работает с формой. Притом он сам говорит, что я не стараюсь какой-то смысл специально вложить. Да, он может быть какой-то мой, но какая разница? Кому это важно? Какой смысл я вкладываю? И прежде всего он работает с формой. А можно следующий слайд? Лера. Еще одно его произведение – это толстовка, да, которая выполнена из кварца, воды и еще каких-то материалов. То есть опять мы берем форму и мы берем текстуру. Мы берем материал, который совершенно непривычен. Еще вот так он его немножко обнажает, показывая какие-то трещины или какую-то нецелостность. Таким образом, через вот эту форму, через какие-то ощущения, может быть даже не сознательные, Аршем пытается вывести зрителя сначала хотя бы на эмоцию. Хотя бы эмоции нужно вызвать, а потом же пусть человек думает. Если он будет просто смотреть и размышлять по поводу какой-нибудь, не знаю, сумки, находящейся в центре зала. Или вот в фильме «Квадрат» было, там кучки лежали, которые случайно смели уборщица. То есть лежали кучки. Ну что это кучки? Ну надо о них там что-то думать, размышлять, да. Но даже эмоций здесь может не возникнуть. То есть сначала, по мнению Аршема, нужно хотя бы эмоцию какую-то, вот как-то расшевелить человек, чтобы он пришел как раз к этой истине, там своей какой-то, может быть очень маленькой. И для этого он как раз использует некоторые иллюзии. Например, иллюзию то, что мы считаем, да, что это действительно может быть там курткой, да, или толстовкой. Можно следующий слайд? И таким образом, вот обобщая это все, современные художники, я думаю, именно те, что работают с формой, да, пытаются нам донести какое-то новое искусство. Ну, новое, конечно, относительно. Вот в этом смысле, я думаю, режиссеры тоже сейчас, по крайней мере, там, Дэвид Линч, который использует, работает с текстурой, с формой, с материалом, с цветом. Именно это, я думаю, сейчас очень важно. Да, работать с чем-то очень осязаемым, очень материальным, да, таким плотным. Именно это позволит что-то выветь там в голове, да, потому что истинно, вот это должен быть какой-то всплеск. И последний слайд. В завершении я хотела бы сказать о том, что может быть, ну, такого сомнительного, что ли, в использовании этих иллюзий. Да, мы сказали, что сами по себе иллюзии, вот как оптические иллюзии в искусстве, это не обман, а, возможно, это, наоборот, поиск истины. Но, могут возникать такие эффекты, как бы вау-эффект, да, мы можем по-разному воспринимать то, что делают художники. Мы можем просто удивиться и сказать, ой, интересненько, да, мы можем действительно как бы пойти за ними и попытаться понять, что же они от нас хотели, какой реакции они ждали от нас. И вот такие произведения искусства, можно так сказать, да, по крайней мере, инсталляции какие-то, которые используются именно вау-эффект, развлекательные, они сейчас все чаще появляются, да. Ну, вот как на этой картинке можем сказать, там, фоточку сделать, сказать, что ой, они были как будто бы настоящие тут дельфинчики, мы сфоткались, вот это касатки. Но вряд ли эта картина, да, эта инсталляция заставит нас о чем-то задуматься. Но нужно сказать, что я не считаю это каким-то злом, я считаю, что это прекрасно, что у нас есть возможность выбрать, что мы можем развлекаться с помощью искусства, мы можем познавать себя с помощью искусства, мы можем делать то и другое, вот. И поэтому я думаю, что современное искусство не стоит так ругать, может быть, как вот иногда я это слышу, да, и стоит все-таки к нему прислушаться. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.